Привет! А ты знаешь, что очень скоро в Киеве будет проходить фестиваль Камикон Юкрейн на арт-заводе Платформа? Я посетила предыдущие мероприятия и было просто в восторге. В этом году фестиваль посетят звезда Breaking Bad из The Mandalorian Джан Карло Эспозито, творцы музыки к игре Ведьма Квайлд Хант Персивал, вампирка Леди Димитреску из Resident Evil Village, а также много других интересных личностей. Фестиваль будет проходить 4-5 сентября. Не пропусти, ведь такое событие бывает лишь раз в году. До встречи на Камиконе, ссылка на мероприятие в описании. Хей, друзья мои, всем привет! Как у вас дела? Как настроение? Сегодня у нас будет немного внезапный ролик постройка. Дело в том, что сегодня утром мне YouTube впервые за долгое время что-то интересное порекомендовал, а именно видеообзор домика, который мне очень сильно понравился, и я решила, что нужно попробовать построить что-то подобное в Sims 4. Почему-то, когда я только увидела этот домик, мне сразу же представилась небольшая семья экологов, которая недавно переехала в Evergreen Harbor и занимается этим городком. То есть, может быть, они пытаются придумать какую-то программу, чтобы улучшить экологию этого города. В общем, домик для очень небольшой семьи, но мне он настолько понравился, что я решила, надо его попробовать построить. Причем самое интересное, что видео, где был представлен этот домик, он вообще очень маленький. По-моему, 4 на 6 или 5 на 6 метров. То есть, вы представляете, насколько он крохотный. И, в принципе, вот этот вот домик можно взять еще меньше. Но я решила, что вот этот будет чуточку-чуточку побольше. То есть, он не относится к компактным домикам. Вроде как не относится. Слушайте, надо посчитать, сколько клеточек, потому что если немножко там убавить, тут убавить, то, возможно, его можно будет отнести еще и к компактным домикам. Но, насколько я вижу, вряд ли сейчас его можно считать компактным домиком. Поэтому будем его просто называть небольшим эко-домиком. Я давно не строила эко-домики, хотя они мне очень нравятся. И я решила, что нужно как бы возвращаться к этой теме. Тем более, что у меня в планах есть постройка. Обязательно нужно будет попробовать эко-деревушку построить. Вы знаете, как сильно мы с вами любим строить всякие деревушки. Так почему бы как бы не построить эко-деревушку? Я, конечно, очень хочу построить вот эти вот домики-шалашики. Помните, мы с вами на каком-то стриме, я уже не помню, когда, ребята. У нас каждые выходные проходят стримы. Кстати, не пропустите обязательно у нас каждые выходные стримы. На практически каждые выходные. И там мы обязательно строим или делаем что-то интересное. И вот я думаю, что нам нужно будет обязательно попробовать домики-шалашики где-нибудь в Гранит Фоллс. И, конечно же, я хочу какую-нибудь эко-деревушку. И вот как раз дома можно, знаете, взять какой-нибудь домик из контейнеров. Какой-нибудь вот такого вот стиля домик. И мне кажется, должно получиться очень интересно. Кстати, в этой постройке такой вот сейчас мини-споллер. Я еще не успела добраться, конечно, до этого момента. Но я решила попробовать построить будку. Будку для собаки. Как вы знаете, почему-то в Sims 4 нет Будды для собаки. Честно сказать, я не знаю почему. Потому что, в принципе, ну, понятное дело, что не у всех людей собаки и кошки живут на улице. У многих, я так понимаю, что все-таки собаки и вообще любимые питомцы живут в доме. Но, как вы знаете, есть дома, где животные живут на улице. Кто-то живет в вольере, кто-то живет в будке. И вот почему-то будки нам не добавили. Я решила погуглить, поискать, как люди делали будки. Понятное дело, что они мастерили из разных предметов в Sims 4. И я решила попробовать соединить несколько способов и получила свою будку. Поэтому, ребят, если вам интересно, я могу записать, возможно, ролик в формате шортс, как я себе представляю будку в Sims 4. И если вам нравится эта идея, то обязательно ставьте лайк и ставьте, там, не знаю, плюсик в комментариях. Или, там, хочу будку в Sims 4. И мне кажется, что получится очень круто. Я увидела несколько роликов и из них скомпилировала, грубо говоря, свою будку. То есть, опять-таки, это было вдохновение от нескольких других симмеров, которых я увидела на ютубе. Действительно, очень много различных вариантов. Некоторые мне понравились больше. Некоторые мне показались слишком сложные для будки. Некоторые выглядят, ну, просто как, ну, как бы постройка. То есть, они не функциональны. А мне хотелось, чтобы она была более-менее, ну, скажем так, и красивая и функциональная. Так что, если хотите, я вам расскажу. Ну, и плюс, возвращаясь к этому домику, я решила, что, раз это у нас такой вот эко-домик, это, знаете, у нас даже такая вот мини-эко-ферма. Мне кажется, что пара, которая живет в этом доме, ну, во-первых, понятное дело, что они работают экологами. То есть, они куда-то ходят на работу. То есть, они не только живут в этом городке и там занимаются экологией. То есть, может быть, они еще в каком-то институте работают. Ну, и плюс, я решила, что у них должна быть небольшая эко-ферма. То есть, может быть, они выращивают какие-то там свои фрукты, овощи. И, возможно, они принимают участие в распродажах, которые проходят в Эвергрин Харбор. И, в принципе, мне эта идейка очень понравилась. Конечно, можно было бы добавить еще и третий этаж. И, кстати, можно было бы там на крыше что-нибудь разместить интересное. Может быть, например, столик и несколько кресел. Ну, это уже, знаете, это так. Можно поиграться с этим. И, кстати, как вы понимаете, вместе с Эко-жизнью я использовала... Ну, то есть, в большинстве здесь использовалась Эко-жизнь. Но также я использовала интерьер мечты. И, знаете, вот самое смешное, что интерьер мечты просто идеально сочетается. То есть, конечно, понятно, что стили более-менее разные. Но, во-первых, в плане дерева я вам хочу сказать, что они более-менее сочетаются. Я думала, честно, что будет хуже. Ну, и понятное дело, что, в принципе, по стилю я не могу сказать, что они прям совсем разные. Кстати, вот вы видите вот эти вот ужасные черные перегородки. Я уже которую минуту смотрю на этот домик и понимаю, что можно было бы обойтись без этих карнизов. Извините, ребят, я, к сожалению, вот в этих архитектурных терминах не сильна. Но, блин, я бы обошлась без них. Мне очень хотелось добавить карниз между первым и вторым этажом. Блин, если это не карниз, представляю, как это глупо звучит. В общем, вот это вот черненькое я хотела добавить по пояскам вокруг дома. И вот эта вот проблема в Sims 4, от которой никак нельзя избавиться. Вот эта вот перегородка, будем так ее называть, она еще и перемещается вовнутрь дома. И неважно, я с шифтом размещаю, без шифта. Они обязательно размещаются внутри. И меня это жутко бесит. Поэтому я так понимаю, что лучше, в принципе, ее не добавлять, друзья мои. Потому что тогда будет выглядеть все, ну, очень странно и некрасиво. Поэтому, ну, мой вам совет вообще, в принципе, не добавлять. Также я решила добавить здесь небольшую такую, знаете, хост-часть. Небольшую такую вот пристроечку. Там, где будут находиться различные, ну, не знаю, храниться, допустим, стоять генератор. Хранятся какие-то вещи для сада. Можно там что-то еще добавить. То есть, в принципе, все зависит, как я люблю говорить, целиком и полностью от вашей фантазии. Я немножко переместила это здание. Вот, видите, здесь у нас такой вот маленький-маленький-маленький, получается, маленькая пристроечка. На нее я тоже разместила солнечную панель. Кстати, будете смеяться, но у меня в какой-то определенный момент я вам на каком-то из стримов рассказывала, что у меня была проблема с размещением вот этих солнечных панелей. Причем те, что на крышах. Вот не хотели и все, и имели они всех в виду. Я помню, я все отключала, убирала. Точнее как, без модов, по-моему, они размещались, а с модами размещ... Точнее нет, без модов размещались, да, а с модами не размещались. Я перерыла все свои моды, и я не могла никак найти, какой конфликтовал. Причем я искала и на форумах. И самое смешное, что те моды, которые конфликтовали у людей, у меня этих модов просто не было. И тут в один прекрасный момент эти самые штуки стали ставиться на крышу. Классно. Что-то, видимо, пофиксили, и теперь, наконец-то, у нас все работает. Поэтому это очень и очень даже здорово. Я решила немножечко оплести здесь всю зеленью. Честно говоря, раньше, когда я смотрела на вот эти вот зеленухи с сеткой такой деревянной, мне они казались как-то посимпатичнее. Тут они стали какие-то либо очень плотные, либо очень непонятные какие-то. Ну и, знаете, смотрятся так себе. Я затем еще добавила несколько таких вот, ну сейчас, в общем, вы увидите, несколько декораций. Знаете, мне кажется, стало чуточку лучше. Вот, кстати, пробная версия этой будки. То есть она совсем такая простенькая. Я тут уже особо не экспериментировала. Я ее решила сделать в стиле нашего домика. Но если сделать ее полностью деревянной, то, в принципе, будет очень даже неплохо. Можно, конечно, добавить вот эти дверцы из кошек и собак. Так, но мне кажется, что тогда оно будет смотреться не очень. Ну и тем более оно, скорее всего, будет нефункционально. В общем, если вам интересно, я расскажу в шортсе, то есть чтобы это был коротенький ролик, коротенькое видео на одну минуту, что там да как. Значит, я также добавила и вертикальные садики. У нас есть и обычные садики, ну точнее не садики, а несколько грядок. Думала добавить грядки из загородной жизни, но мне почему-то показалось, что они здесь не впишутся. Несколько деревьев. У нас, я так понимаю, что сейчас осень. Я надеюсь, что я не путаюсь, потому что я умею путаться в сезонах. Симс 4 это нормально. И я думаю, что, в принципе, Симам должно здесь понравиться. Я постаралась разместить еще несколько этих ветряных турбин. Ну и мне кажется, что более-менее к эко, грубо говоря, существованию они готовы. Значит, как обычно, схема, ну простая, проще некуда, вообще проще некуда. И давайте мы с вами отправимся на экскурсион. Слушайте, я в итоге, когда построила этот дом, поняла, что он мне нравится. Поначалу мне сам дом вроде нравился, а вот все, что было в округе, мне не нравилось. А потом я так посмотрела и поняла, что очень даже неплохо. Вот видите, я вот эти вот вертикальные, да, добавила полоски из дерева. В общем, короче, украшения для стен. И мне, кстати, очень даже понравилось. В очень многих таких вот домиках я как раз и видела такие вертикальные полоски, поэтому почему бы и нет. Тем более, что мы в домике Барби в Хаус Флиппере такое добавляли, только там были горизонтальные полосы. Значит, мы с вами заходим. Здесь у нас вот такая вот небольшая, но уютная гостиная. Здесь сразу же у нас кухня очень простая. Два барных стула. Хотя, если придут гости, то могут сесть на диван. Здесь у нас ванная комната. У нас есть ванная, у нас есть туалет, у нас есть раковина, стирка, шмирка. Ну, все понятно. Тут у нас балкон, ну, не балкон, выход на задний двор. И здесь мы с вами проходим. Видим, что у нас тут всякие камешки лежат, какие-то украшения. Я, конечно, не спец по дворам, но, знаете, такая вот легкая небрежность у нас здесь есть. Значит, здесь у нас такая вот хоз-часть. У нас тут какие-то трубы, какие-то коммуникации, какие-то предметы. Там, допустим, для сада, вон, вы видите, там вилы, лопаты. Ну, в общем, все, что нам может понадобиться. И сейчас мы с вами проходим и попадаем. Даша, мы попадаем или мы не попадаем? Давай, попадем. Попадем на второй этаж. Я же хочу показать ребятам, какой получился второй этаж. Поэтому, Даша, давай, шевелись. Шевелись, шевелись. Вот это вот черное, вы даже не смотрите. Я не могу смотреть на вот эту вот, ну, уже не видите, перегородку. Значит, здесь у них гардероб. И, кстати, сюда можно зайти и им воспользоваться, между прочим. А вот здесь у нас чувак сидит за вот этим вот столиком. Ребята, я думала, что он не будет функциональный. Потому что столик, я немножко въехала столиком в стену. И, кстати, да, вот крышу я... Ну, блин, дайте нам, пожалуйста, возможность менять крыши. Их, точнее, внутреннюю часть. И, кстати, вы видите, что все функционально. Он может работать, может лечь спать, может пройти на балкон. То есть, все здесь рабочее. Мы выходим на балкончик. Здесь тоже, в принципе, все более-менее простенькое. Есть два кресла. Есть музыка ветра. Есть вот такой вот небольшой холодильничек. То есть, можно посидеть, расслабиться, отдохнуть на втором этаже. Посмотреть, что тут да как. Ну что, ребят, вот такой у меня получился домик. Он мне очень понравился. Я, как только его увидела, решила попробовать сразу же построить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вот домик. Как вам идея с будкой. И как вам идейка с эко-деревушкой. Ну, а я буду с вами прощаться. Хорошего вам настроения. Добра позитива. Не грустите, не скучайте. Увидимся с вами на стримах очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok